В Киеве прошла молитвенная конференция «Искатели Бога. 12 лет», посвященная празднованию Дня рождения Движения Искателей Бога. Конференция проходила три дня и транслировалась в прямом эфире на современном христианском интернет-телевидении Бог ТВ. Все служения конференции стали Божьим праздником для её участников и телезрителей. Слово, которое звучало на сцене, вдохновляло каждого искать Бога, Его присутствие, слушать Его голос и слушаться Его. Красные линии через всё послание и обращение проходили слова «Самое важное в жизни – это Бог, как личность и личные отношения именно с Ним». Спикерами конференции стали такие известные служители Евангелия, как Рик Реннер, Пол Зинг и Дуэйн Робертс, которые раскрыли всю глубину важности поиска Бога в молитве каждым верующим, а также епископ Вениамин Брух и пастор Евгений Пугач, рассказавшие историю появления и роста Божьего движения в их церквях. Со сцены звучало много свидетельств и историй, рассказанных Сергеем Шедловским, международной командой движения «Искатели Бога», а также гостями конференции. Так что каждый смог увидеть, что служение «Искатели Бога», как и любое успешное служение, вытекает из глубокого, постоянного общения с Духом Святым, который ведёт свою работу, защищает и направляет своё дело сам лично, в партнёрстве с нами. Я только что побывал на этом замечательном празднике в Киеве. А вы где были? Вы должны были быть здесь. Здесь было так хорошо. И я бы посоветовал вам посещать все эти собрания, если вы хотите расти, если вы хотите, чтобы ваш дух рос и развивался, вы должны посещать собрания Сергея Шедлова. И движение «Искатели Бога» — это пробуждение для того, чтобы люди подняли взгляд наверх. Я хочу ободрить вас, тех, кто искатели Бога, когда вы поднимаете глаза, чтобы найти Его, Он обратит своё лицо и придёт к вам, чтобы поддержать вас. Большая честь было присутствовать на этой конференции и видеть, что Бог делает. Юбилей, 12 лет. И это, на самом деле, уже достаточно серьёзная дата о том, чтобы убедиться, что всё, что рождается от Бога, оно имеет жизнь, оно имеет продолжение. Прежде всего, я уже давно знаю Сергея Шедловского и направление движения «Искатели Бога». Вы знаете, поиск Бога, познание Бога, общение с Богом, молитва — это есть фундамент, на котором строится вся наша христианская жизнь. Так было прекрасно быть на этих служениях и чувствовать присутствие Божие. И потом праздновать 12 лет сильнейшего служения. Друзья, это было просто великолепно. Знаковым событием стало рукоположение Сергея Шедловского, епископом Полом с Динком, при участии Рика Реннера, Совета директоров движения «Искателей Бога», миссии «Молодёжь с миссией», еврейских, мессианских общин и Украинского межцерковного совета. Кроме того, своё поздравление и поддержку рукоположению высказали Майк Бикл, лидер одного из крупнейших молитвенных служений в мире, и Давид Йонгичо, пастор самой большой в мире церкви, прислав официальное поздравительное письмо в офис движения «Искателей Бога». Состоялось официальное рукоположение Сергея как служителя Евангелия, как служителя, которого ставит Бог и признаёт вот это служение, которое вручил им Бог 12 лет назад. Я просто вижу, что это на самом деле было в Божьих планах, это как, скорее всего, подтверждение того, что совершилось. То есть это не рукоположение для того, чтобы что-то начать. Вот, рукополагаем, благословляем, можешь начинать. Это рукоположение как подтверждение того, что уже состоялось, и что уже доказано, и что подтверждено. Какое сильнейшее время это было. Когда я возложил руки на Него, я чувствую, как сила Духа Святого прошла через Него. Я чувствовал, как Дух Святой расширяет Его видение больше, чем когда-либо раньше. И мы рукоположили Сергею. Это была привилегия возложить руки на этого брата и подтвердить то, что над его жизнью есть Божье призвание. Я и другие старейшины, другие епископы возложили руки на Сергея, подтвердив, что над его жизнью есть призвание. После рукоположения Сергей Шедловский представил две семьи, которые на протяжении многих лет верно помогали нести ответственность, доверенную ему Богом, официально назначив Александра Чувирова и Александра Евсюкова своими первыми помощниками. Также в один из дней прошла встреча с пасторами, на которой в живом общении, вдохновляющем словом о приоритете и важности молитвы в служении Богу и людям, поделились проповедники мероприятия. По-настоящему особенность стала встреча спикеров конференции с партнерами Движения Искателей Бога, в рамках которой прошло общение и особенное служение для них. Ведь, по словам организаторов события, каждый партнер сделал свой весомый вклад и является важной частью команды Искателей Бога. За все дни конференции зарегистрировалось более тысячи человек в зале, а количество просмотров прямого эфира достигло 240 тысяч. Пастор Рик Реннер принял участие в конференции вместе с супругой Денис и своими сыновьями, приехав всей семьей на празднование 12-летия Искателей Бога. По словам организаторов, праздник прошел очень радостно и успешно, достигнув всех целей, поставленных перед ним и выполняя девиз конференции «Земля будет наполнена познанием Бога». Этот день рождения прошло просто потрясающе. Спикеры были на высоте, помазание, сильное слово от Господа. Партнеры меня просто шокировали. Они не только поддерживают каждый месяц наше служение, но и прилетели, и служили на кухне, в группе порядки, в разных местах. Боже, как отблагодарить этих людей. Я молюсь за них каждый день. Но поздравление пастора Йонгичо было, конечно же, особенным событием не только для меня, но и для всех искателей Бога по всему миру. Пастор Йонгичо, пастор самый большой в мире церкви, официально поздравил всех отождествляющих себя с этим Божьим движением. Это уже по-человечески, Господи, сказал однажды Давид. Вся слава Господу, это только его заслуга, и также это труд и плод всех нас вместе. Запись конференции все желающие смогут просмотреть на официальном сайте движения Искателей Бога www.godseekers.net Александр Евсюков, Екатерина Евсюкова и Владимир Барков. Специально для Бог ТВ Киев, Украина.